ЗТВ Евгения можно смело назвать железным человеком, ведь именно шестой номер казанцев стал рекордсменом команды по количеству проведенных матчей за «Зенит» в сезоне 2012-2013. Таких матчей у Жени набралось аж 60, а ведь это без учета выступлений за сборную России, в составе которой Севажели стал чемпионом Европы. Вернувшись из сборной, Евгений мощно начал сезон, стабильно набирая больше 10 очков за матч. Здорово Женя отыграл в матчах группового этапа Лиги чемпионов, набрав в шести встречах 71 очко. В ноябре Евгений отправился в Японию, где в составе сборной России завоевал серебряные медали Всемирного Кубка Чемпионов. Из Японии Севажелес прилетел прямиком в Уфу, и несмотря на 20 часов, потраченные на дорогу, Женя наколотил Уралу лучшие для себя в сезоне 16 очков, став самым результативным игроком матча. На Новый год Евгений порадовал зрителей ЗТВ своими веселыми ответами в рубрике «На приеме». Да и вообще, Женя один из самых активных волейболистов «Зенита», которого можно встретить на нашем канале. Дважды Евгений встречался с детишками из разных школ, отвечал на вопросы болельщиков, которые вы присылали с хэштегом «Спроси Зенит», а также продемонстрировал на собственном примере, как подготовить себя к пляжному сезону. Ну а прошлогодний мастер-класс Евгения о том, как подавать силовую подачу, является одним из самых популярных на нашем канале. Великолепную игру Севажелес продемонстрировал в Берлине, где, набрав 14 очков, стал самым результативным игроком встречи. После чего Евгений принял участие и в матче всех звезд чемпионата России. Нельзя не вспомнить и гостевую встречу против итальянской Пьяченцы, где Женя сыграл сверхэмоционально. Набрав 16 очков, Женя вновь стал самым результативным игроком матча. Что касается статистики, то Севажелес в минувшем сезоне стал третьим по результативности и вторым по количеству эйсов среди игроков «Зенита». Евгений стабильно действовал в атаке по ходу всего сезона, а особенно показательным стал в финал шести чемпионата России. В отсутствии Максима Михайлова Евгений больше атаковал и своих партнеров не подвел, набрав 59 очков в четырех встречах, уступив по этому показателю лишь Мэтью Андерсону. Завоевав второй для себя титул чемпиона России, Евгений вновь взбрил бороду, которую болельщики успели окрестить золотой. По окончании сезона Севажелес вновь получил вызов в национальную сборную, но сыграть за нее Женя так и не смог. Причиной тому стала операция, из-за которой Женя пропустил мировую лигу. В эксклюзивном интервью ZTV Евгений рассказал, как сегодня у него обстоят дела со здоровьем. Прошел месяц после операции, снял костыли наконец-то, передвигаюсь как человек, как хомо-сатин, нормальный, на двух ногах. Поскольку мы имеем большую нагрузку из клуба, из сборной, поэтому накапливаюсь. Приходит момент, когда нужно сделать какой-то выбор в плане здоровья. К началу сезона я только смогу процентом 90, 85-95% нагрузки, ну и плюс сколько формы нужно будет набрать. Вместе со зрителями ZTV мы желаем Евгению скорейшего выздоровления. С надеждой, что грядущий сезон для Жени будет еще более эмоциональным и успешным. Субтитры сделал DimaTorzok